Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Пшатова Ирина Викторовна, художник-оформитель Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию художественный салон, картины Билибина. 7 февраля 1942 года в блокадном Ленинграде умер от голода художник Иван Билибин. Иван Яковлевич Билибин творил на рубеже двух веков. Прославился как художник, иллюстратор, великолепный мастер театральной декорации. Он создал собственный стиль в графике, который очень полюбился зрителю и нашел немало подражателей. Иван Яковлевич Билибин родился 4 августа 1876 года в селе Тарховка под Петербургом. Отец художника Яков Иванович Билибин был военно-судовым врачом, затем главой госпиталя и медицинским инспектором императорского флота, участвовал в русско-турецкой войне. Отец мечтал видеть сына юристом. И юный Иван Билибин, окончив серебряную медалью гимназию, поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Он с детства с увлечением рисовал. Одновременно с учебой в университете Билибин постигал науку живописи и графики в рисовальной школе. Билибин усердно учился в мастерской живописи под руководством Ильи Репина. В 1899-1902 годах русская экспедиция «Заготовление государственных бумаг» выпустила цикл книжек, снабженных превосходными иллюстрациями к народным сказкам. Автором рисунков значился Билибин Иван Яковлевич. Его понимание национального духа и поэзии, которыми дышит русский фольклор, складывалось не только под влиянием смутного обличения к народному творчеству. Художник страстно хотел знать и изучал духовную составляющую своего народа, его поэтику и быт. Его иллюстрации к былинам и сказкам удивительно подробны, живы, поэтичны и не лишены юмора. С 1907 по 1911 годы Билибин создал целый ряд непревзойденных иллюстраций к былинам и к сказочным поэтическим произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Иллюстрации стали не просто дополнением, но своеобразным продолжением этих словесных произведений, которые без сомнения душой читал мастер Билибин. Народное искусство подарило мастеру и некоторые приемы – орнаментальные и лубочные способы оформления художественного пространства, которые Билибин довел в своих творениях до совершенства. Работы русского мастера графики стали известны за рубежом. Их показывали на выставках в Праге и Париже, Венеции и Берлине, Вене, Брюсселе и Лейпциге. Их перепечатывали иностранные журналы, а зарубежные театры заказывали Билибину эскизы для оформления спектаклей. Карьера Билибина в качестве автора театральных декораций началась в сотрудничество с Парижским национальным театром, который сделал ему заказ на эскизы к опере римского Корсакова «Снегурочка». Затем были декорации к постановкам в Петербурге и Москве. Десять лет, начиная с 1907 года, Билибин преподавал графику в школе общества поощрения художеств. После путешествия по Англии и Ирландии, Иван Яковлевич заболел пейзажем. Он неустанно писал акварелью моря, неба и суровые британские берега. Скалистые морские пейзажи художник творил в Крыму, куда выезжал каждое лето. В феврале 1917 года в России случилась революция. Иван Яковлевич принял и ее. Он даже создал эскиз рисунка с двуглавым орлом, который увенчал герб Временного правительства, а много позже использовался при чеканке монет. Октябрьская революция не вызвала у художника энтузиазма. В 1920 году он отбыл за границу из Порта в Новороссийске и оказался в Египте. Работа этой поры – этюды с загадочными и вечными пирамидами, эскизы и зарисовки портретов каирских жителей. Осенью 1925 года Иван Яковлевич прибыл в Париж и начал активно трудиться в печатных изданиях, иллюстрировал русские, западные и восточные сказки. В пору эмиграции Билибин создал великолепные эскизы для икон и фресок русского храма на Альшанском кладбище в Праге. В десятилетии между 1920 и 1930 годами Иван Яковлевич плодотворно и успешно работал над оформлением театральных постановок, делал рисунки к оперным сезонам в Театре Елисейских полей. Жизнь в эмиграции была насыщенной и свободной, но художника не оставляла нарастающая тоска по России. В 1935 году он взял советское гражданство. Тогда же он создал монументальное панно «Микола Селянинович» для здания советского посольства в столице Франции. Годом позже художник с семьей вернулся на родину. Билибин был приветлива встрече новой власти и стал профессором графической мастерской Института живописи, скульптуры, архитектуры Академии художеств в Ленинграде. Не оставлял он работы и в сфере книжной графики. Знаменитый художник скончался в блокадном Ленинграде в 1942 году от голода и был погребен в братской профессорской могиле на Смоленском кладбище. Отчетлив и ярок след, который оставил в истории мирового искусства удивительный русский художник Иван Яковлевич Билибин. Картины, фрески, графика и другие образцы его воодушевляющего творчества хранятся теперь в государственных и частных коллекциях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok